Музыка Нам нужно заменить число оборотов на тракторе 92П с 540 оборотов в ОМО С 540 на 1000 мы будем работать на косе Сейчас покажу как это делает, насколько это удобно делается в тракторе, особенно МТЗ 92П Хотелось бы, чтобы эту же работу сделал инженер, который проектировал этот трактор Вот я завожу Два ключа 17-14 Ключом на 14 разбалкируется фиксатор Внимание Делается примерно так На коленях надо пролезть Под лестницей и под вот этим ящиком Теперь я вставляю ключ на 17 Вот так Нет, вставай сюда Нет, второй рукой Оттягиваюсь на место, в котором глушится трактор Все, переключил Теперь опять я делаю движение сюда вниз И Законтриваю это положение переключателя Если это можно сделать Не опираясь на колени Я хотел бы это видеть, чтобы кто-то это сделал Ну это можно сделать, если лежа на спине Другой вариант это лежа Вот все Почему именно так? Потому что Если переключаешь без глушения двигателя одновременно Работает трещотка и очень тяжело бывает попасть, чтобы он переключился То есть только так Одна рука туда, туда Ну можно попробовать резким движением Если одним Если попадешь в шлиц То просто надо На самом деле И так делается на любом МТЗ Этот момент переключается Ну кроме 10-25 Там оно сбоку переключение Внизу сбоку На 12-21 тоже сбоку А именно на 92 На 82 И на Дальше 980-150 Там все именно снизу Ну вот такие вот моменты Они очень удобные Надо иметь ввиду Наверное все это знают Все это делали Или все стараются так Иметь на каждый агрегат свой трактор Настроенный на определенное число оборотов Ну это только, наверное, очень богатых так бывает Ну вообще можно сделать некоторый обзор трактора После уже около 800 часов работы Ну были у нас некоторые замечания Да и есть, в принципе, по навеске Нам досталась, по-видимому, китайская навеска Некоторые даже вот эти вот штанги основные Чуть-чуть согнулись Если посмотреть вот по прямой Это Уже натяжители, удлинители, которые были родные Уже давно согнулись и сломались Сейчас уже стоят другие Это уже советские Металл получше на них Вот эти вот пальцы Китайские стояли Неправильные Поменяли даже вот эти вот сами Не только удлинители Но и сами вот эти вот Детали Как это уже Основные тяги Да Поменяли Ну Этот винт у нас И погнулся И в итоге там потом частично потерялся Вот эта вот часть Постоянно откручивалась Хотя контрили Все нормально Это уже винт новый Пробка бензобака Новая Потому что Здесь, как видите На других моделях Сделана Концовка сделана Из металлической части И пробка накручивается На металлическую резьбу Тут пробка накручивается На пластиковую резьбу Так же, как и весь бак И получается, что Пробка реально не очень надежно держится На пластиковой резьбе Ну вот этот шланг Перебился Сам по себе Потому что Просто Не с правильной резиной сделанной Дальше У нас проблемы Наверное, с задней частью Это все Ну, постоянно вытягиваются Вот эти вот Гидроразъемы Это значит, что Вот эти вот Плохие очень Соединители Для гидравлики Ну, вообще Удерживатели гидравлики Переделали С этой стороны Переделали Сделали покрепче Вот видите Из Декомбайновой детали Из А, может быть Цепь, да Ну, здесь В принципе Вроде все Единственное, что еще скажу Навеска Нам досталась Всю навеску Опять-таки Делали отдельно Потому что трактор идет С завода без навески А фирма Белагра Белагра Делала нам Навеску отдельно Обещали сделать Как бы Родную Родную МТЗшную Но поставили Китайскую И в итоге Уже Несчастным совпадением Уже Наверное Около Шести Разбили Разбивали Просто Это там Ну, бывало Иногда камень От костицы Полетит А бывало И просто Зацепим его При заднем движении Об трактор Или от прицепа Или что-то еще Ну, а так В принципе Замечательно Вот Слетало Слетало Вот эти вот Фиксаторы Стекол Из-за этого Стекло Перекашивалось И тоже Разбивалось Потому что На какой-то кочке Потом оно Подпрыгивало И потому что Висело на одном Фиксаторе Было перекос Стекла И оно Разбивалось Что еще Бывало Периодически Ну, это нормально Постоянно Подтягиваем Болты ПВМ Также Что еще Ну Один раз Рвался ремень Генератора Не вовремя Подтягивали Да, бывало Такое Что еще Вчера Буквально вчера У меня С другой стороны Отлетело Вот это вот Крепление Ушко Зеркала Потому что С другой стороны На зеркале Стоит Получается Мигалка И здесь У меня Из-за тоже На от тряски Отлетело Вот это ушко Просто отварилось Пришлось его привязать Чтобы Как-то поменьше Болталось Просто Вот Что еще Недавно После зимы Пришлось Полностью Перебрать Втягивающее Потому что В него попадала Вода Видно Ну тоже Из-за Видно Каких-то Особенностей Капота И так далее В него попадала вода И внутри Он проржавел Пришлось Вытащить его Полностью Смазать Пройти ВДшкой Все И снова Собрать Назад А то Иначе У нас просто Не работало Втягивающее Вообще Стартер крутил А втягивающее Нет Ну Уменьте ввиду Втягивающее Не срабатывало Стартер Соответственно Не крутил У нас сиденье Сломалась Ручка регулировки Спинки Да Ручка регулировки Сейчас Папа ее сделал Но она чуть торчит Дальше Чем обычно Из-за этого Ну чем должна Для этого сидеть Не очень удобно Потому что Она упирается Садается в горбик Такой Ничего страшного Вот Вал отбора мощности Включается Когда включается Вот у нас Начал задевать Вот этот вот Кожух Из-за этого Видите Кожух согнулся Я даже Ну просто Прирывок Такой сильный Что Кожух сгибается Ну так До сих пор Лежат Как видите Осколки от стекла Последний раз Не почистили До конца Ну Тормоза Надо уже Регулировать Уже Ручник Например Когда я вытягиваю Полностью Он уже Начинает Слетает Собачка Практически То есть Надо регулировать О Ну В принципе Пока все Как бы По двигателю проблем нет Не работает Все хорошо Да Двигатель турбированный Нормально Себе показывает По переднему мосту тоже хорошо Да По переднему мосту Единственное что Конечно Сложные вот эти вот Моменты смазки Надо конечно Частенько Почаще их смазывать Чем мы смазываем Но Вот это место И снизу Такое же точно место Какие еще проблемы Ну здесь Здесь некоторое Особенное положение Подключение Подключение Пневматики То есть Тут нету Бака Пневматического Ресивера Да Поэтому подключение Находится ровно Вот здесь Вот А как видите Здесь не очень удобно Потому что здесь Капот Как бы Надо делать Выводы специальные Какие-то Вбок И так далее То есть Мы не можем нормально Сделать Здесь быстросъемное Соединение Для подключения Пневматики Для накачки колес И так далее Вот А Немножко Постоянно Разбалтывается Вот этот вот Механизм открывания Капота Бывало так Что я работал Он сам по себе Открывался Ну мы его в итоге Чуть-чуть поднастроили Но все равно Там Предел регулировки Не Не позволяет Его сделать идеально То есть При каких-то Все равно При каких-то Неровных полях Капот Начинает Сам открываться И вот Здесь Начинает Бить Об Выхлопную Трубу Как видите Капот По чуть-чуть Разбивается Ну В принципе Наверное Пока все Как бы Никаких течей Особых нету Вообще Течи нету Как видите Вот здесь Вот В последний раз Работал Вот здесь Увидел масло Оказалось Вот этот Болт На Регулировке Давления Масляная Система Перепускного Клапана Ну Чешет Крутился Я его Подтянул Вот Вроде Течь Перестала Ну Масло Масло Не жрет Как говорится Электрика Работает Электрика Работает Ну Наверное Наверное А Кроме Вот эти Фары Очень быстро Перегорели Как видите Они Сгоревшие Уже Наверное Год ездим Со сгоревшими Перегорели Они Грубо говоря Там Ну Наверное На второй Месяц После Использования Вообще Включали Не часто Ну Просто Большая Лампа Стоит Видно Теплоотвод Слабый Ну Или Что-то Не так С ними Не знаю Ну Все Всего Всего Всем Доброго До свидания До свидания